Я только могу представиться, сказать, чем я занимаюсь. Я член Комитета безопасности, образования и экологии в партии «Новые люди». Официальный представитель кандидатов мэра Москвы. От партии «Новые люди» Дованков Владислав. Дованков Владислав. Он официально выдвинулся, соответственно, у него есть доверенные люди, которые представляют его интересы. Поэтому мое участие здесь в большей степени, наверное, связано с моим проектом, параллельно которым я еще занимаюсь больше пяти лет. Проект называется «Сохраним радиополе». Дело в том, что я живу там в Новосибирске, недалеко. Есть радиополе, заброшенная территория. И такое бывает в Москве, что земля никому не принадлежит. Феноменально, но такое правда бывает. И, по сути говоря, мой проект заключается в том, чтобы из этой заброшки сделать общественную локацию, экопарк с доступными проходами для начала. Где это? Это находится в районе Хорошево-дневники. Я даже сегодня принесла журнальчик. Там заборчик вроде огорожен уже. Да, он еще со времен Советского Союза был бывшей военной территории. Там есть большая предыстория. Я в интернете веду паблик по этому. Вот, кстати говоря, если вам интересно, я потом могу еще такие штуки достать. Касать ты здесь. Это мне. Это Александрова. Но я еще принесу, если нужно, я еще принесу. Это очень. Здорово, да. Да, это очень хорошо. Да, и поскольку там не просто какой-то кусочек, да, Анклав Живой, там 30 гектар. В Москве еще. В Москве, да. И Хорошево-дневники, это прямо, ну, не скажем, не обочина, да. И для самого района это был бы действительно весомый вклад. В прошлом году я с этой программой подвигалась в муниципальные депутаты нашего района. Стали депутатом? На 23.00, да. Осталось, что я не кандидатом. Ну, понятно. Нет, ну, все равно новые люди. Ну, а, то есть, вы не наказали на 20 тысяч за то, что там как-то документы, там... Ну, тебе сказали, на 23.00 она была... Ну, и что? А 23.05 уже... Нет, я успешно сдала все очутки. Когда голосование прошло, полный... Нет, ну, там после голосования штрафы это что? Это если ты документы сдать... Вы не хотите куда-то в какие-то... Нет, это проект понятный, это надо... То есть, данный проект, да. И я, например, там увидел еще интересное место, которое тоже считается вроде таким заброшенным, да, то есть называется остров, оно тоже, да. Там, где были деревни, вернее, главмостстрой, поселок главмостстрой. Ну, как я его обнаружил, когда я начал искать какие-то поздравлялки для строителя, который был 13-го... В стране, где парк Фили, там есть в парке Фили разные парки тоже, да, и есть такой парк Солдатенково. То есть, а кто такой Солдатенков? То есть, мало кто как бы знает, что он был в свое время большим меценатом, и на его пожертвования построена Боткинская больница, которая называется, да. Вопрос такой, что сейчас пришло то время, когда надо людей, те, которые сейчас в стране остались, выдергивать из состояния вот этого поклонения перед коллективным западом, отделать из них меценатов, выращивать и благотворителей. Вот наша миссия. Поэтому места у нас хватает, приложений усилий хватает, поэтому наша задача, как раз с научной точки зрения, подвести все вот эти территории под их, ну, скажем так, новое освоение и придание новой жизни, да, природоподобной. Все, спасибо. Так что я надеюсь, вот вы все как бы, да, услышали два новых кандидата у нас есть. Так, у нас поступили... Треть еще в пути, не знаю, успеем уже или нет. Завершится, да, в 20.16, сейчас мы работаем с вами 2,5 часа. Завершаемся мы очень просто. Всем спасибо за работу. Семинар закончился, следующий семинар точно такой же, в этот вторник, в 17.30 на следующей неделе. Милости просим. Спасибо. Любые, как бы, так сказать, контакты и прочее, все-таки на сайте, так сказать, мои. Все? Все. Спасибо. Хорошо. На этом пока стоп сняты. Так, желаю вам, что бьете чуть-чуть. Ну, сейчас мы пощадим, пожалуйста.